так я записываю довольно таки нестандартный видосик я немножко сегодня я сейчас немного на эмоциях и немного подгорел вот вот с этого товарища с никому лукатор ну человек очевидно играет геншин довольно таки казуально не парится и все такое как бы у меня нет никаких претензий к заказуальным игрокам которые играют так как им хочется но когда они считают себя экспертами и выражают свои экспертные мнения ты ну типа пруфы что это не так они сначала он сначала заявляет что нет я такого не говорил когда ты ему пруфаешь а отрезок с его стрима как он говорит что в геншине мол бездну нельзя без доната пройти и прочую херню давайте разбираться это будет супер нестандартное видео для моего канала обычно меня так с людей не горит но этот человек просто знаете вот типа я так сказал и я не готов рассмотреть никакие другие позиции то есть он совершенно не готов вести конструктивный диалог он тупо тебя оскорбляет говорит что типа я человек ставлю выше себя других но я всегда перепроверяю информацию даже на моих стримах когда ко мне люди заходят и например говорят вот это работает так то например был недавно случай чтобы ну как бы недалеко ходить и нари пришел он сказал что вот таком-то данже в геншине огненные персонажи страдают особенно он говорит страдает делюк от перегрузки это как раз был первый день патча 1.1 когда изменили урон от ну от мировых реакций от других и там достаточно серьезный урон проходил и я зашел в данж да действительно делюк там там был баф у данжа электрический и постоянно на тебе электро реакция проколась и делюк совершенно был не способен этот инст пройти тогда как и генария говорил что без разницы какой типа какой вернее он говорил что мы селин вот может гопу поставить а эмбер сдали расстрелять и тоже зайку поставить и при этом не получать урон но когда я зашел в данж я лично убедился в том что и эмбер и селин получали урон и делюк том числе то есть любой огненный персонаж в это в этом данже страдал довольно таки серьезно но я не стал себя ставить экспертом я зашел данж это проверил потому что я был не уверен я не ставлю себя экспертом не перед каким человеком я готов если это в моих силах проверить информацию и никогда не верить никому на слово вот и я вкратце расскажу вот он говорил он говорит что в геншине слишком не хватает ресурсов тебя все время батит на донат но текущий ивент который дает в два раза выгоднее нам по смоле то есть если мы за сейчас 20 смолы получаем 60 тысяч золота то за 20 смолы за ивент мы получали 112 тысяч 500 то есть я сидел это реально высчитывал и также не только по золоту но и по книжкам то есть это намного более выгодная ивент и раз эти ивенты у нас будут постоянно я считаю что через полгода в геншине у нас будет абсолютно все персонажи раскачаны если ты играешь ну естественно если ты играешь в игру они я не знаю не играешь не и логично да то есть если ты каждый день заходишь где ты делаешь все дейлики делаешь все ивенты и при этом максимум что ты можешь позволить себе это 50 смолы в день дополнительные залить у тебя будет достаточно ресурсов про чтобы прокачать абсолютно всех персонажей либо даст ну не абсолютно все хорошо я скажу основную тех персонажей которых вы хотите и иметь для бездны то есть 8 персонажей через полгода до 90 это вполне вполне реально даже больше скорее всего то есть будет даже по-другому происходить то есть вы будете ждать новый баннер у вас уже для героя будут подготовлены ресурсы как только выходит новый герой вы его сразу же крутите баннер и получаете всех ваших персонажей ой вы получаете не всех персонажей тех персонажей которые вы получаете с баннера вы можете сразу же прокачать если они конечно вам выпали вы накопили к примере гемы но да естественно примагема можно зарабатывать геншине как и донатом так и внутриигровыми активностями принципе скорее всего фри тупые аккаунты ну всех все персонажи на фото по аккаунте при хорошей удаче можно собрать но созвездия вы конечно не соберете особенно пятизвездочных да то есть если вы играете free to play не стоит надеяться на то что игра вам все подарит но в любом случае созвездия не являются той необходимой меры для того чтобы вы могли закрывать весь доступный в игре контент не весь контент геншине а весь доступный я по факту говорю вот следующее его утверждение многие донатят на смолу но по факту но это уже моя приписка он говорит что все люди которые играют киншин большинство донатят в смолу но это не так я не ну типа я не буду это просто это игра гачи я знаю как работают другие гачи это можно доказать но типа если вы если будут комментарии к этому видео я реально могу заморочиться и доказать это но я вам говорю что в гачи в первую очередь люди играют ради красивых персонажей ради вот вот таких красивых милых девочек и и им не интересно донатить смолу и у них и так будет ресурсы исходя из первого пункта блин я изменил вот и там было высчитано я не могу точную сумму сказать но где-то от 1000 до полторы тысячи рублей в день вам нужно знать чтобы фул делать заливку кстати даже киты могут по моему 6 раз только донатить о ну дополнять свою смолу то есть даже донатеры которые кидаются просто деньгами в монитор не могут бесконечно смолу получать и не могут бесконечно данжи фармить следующее выражение вот на это я профану он говорит что бездну без доната не пройти когда я ему пришел на стрим и говорю вот ты сказал такую фразу бездну без доната не пройти он начал отнекиваться нет я же знаю что я говорил я такого не говорил ты меня неправильно понял вот для этого я сделал клипчик ребят сейчас мы посмотрим что вот наш товарищ что наш товарищ говорил я ставлю голос не буду картинку на весь экран к нам это неважно сейчас надеюсь это будет не громко секундочку секундочку скорость слишком давайте оставим полторы скорость но не хочу его долго слушать и заново многие этажи бездны не пройти не имея определенных комбинаций персонажей ну просто нельзя пройти все у тебя нет персонажа со льдом ни одного ты не можешь пройти ну просто никак не можешь пройти все не можно было если что у нас есть кей а для этажей где нужно двум мобам сносить электро щиты если ты не дурак естественно ты будешь сначала сносить того моба когда они появляются в комнате на котором будет электро щит чтобы не имея двух морозных ты его быстро бурстишь это вполне реально сделать текущей бездне а на двенадцатом этаже где фату и сотового уровня и ты не можешь их забурстить есть ледяной пол у персонажей аниме стихии у главного героя он может раздувать ту стихию которая находится на самом персонажи и таким образом не имея двух ледяных персонажей можно спокойно закрывать щиты и сейчас я это тоже наверное профану чтобы уж не говорить но мы его дослушаем пойти если у тебя была бы лиза и делю лиза и делю к чему он это сказал я вообще не пойму тебе тоже нету тогда можно пойти если у тебя есть там например там раскачанная диона и к ней там пятизвездочное оружие а если у тебя ни того ни другого ни третьего есть узкие проходы которые можно пройти только с определенной комбинации то есть он говорит что в игре есть узкие проходы которые можно пройти только с определенной комбинации то есть тебе обязательно нужно донатить но геншин это замечательная игра и я ее безумно уважаю по одной простой причине все игру можно пройти стандартными персонажами теми которые ты можешь получить гарантированно я их перечислил возможно кто-то со мной будет сомневаться но это эмберкея эмберкея лиза главный герой ноэль барбара сян линь и в этом патче нам добавят фишель скорее всего я не знаю как игра повернется я могу лишь предполагать но мне кажется в конечном итоге фишель нам тоже всем будут раздавать и того у нас будет 8 также как это было кстати с барбарой и обещали только давать всем кто докачается до 20 ранга до патча 11 но в патче 11 они дали еще раз всем барбару то есть таким образом у нас скорее всего будет фишель это не точно но и из того как идет игра у нас будет 8 персонажей хорошо но даже без фишель чувак на free to play нам аккаунте уже сейчас проходил бездну ну это как вот в рыбалке русская рыбалка когда у тебя есть удочка ультралайт про рыбалку не знаю поэтому молчу да у тебя здесь рыба клюет а у всех остальных не клюет и чё ты можешь этим делать ничего можешь пойти и купить к сожалению по поводу рыбалки я не могу проверить потому что потому что я не играю в эту игру поэтому говорит ли он правду или нет это я ставлю на его совести меня рыбалка не интересует но там тебя так жестко на донат и разводит а здесь вот тебя здесь разводит жестко на донат вот что он утверждает как просто ну что ты как лог купи короче кристаллов закинь в гачу и выбить себе персонажей побольше и выбить себе многие я дальше не буду пускать но он дальше также разглагугольствует о том что типа донат решает очень жесткой все такое вот я могу сейчас наверное поискать вот замечательный стример кстати я его рекомендую валанч получается его зовут абсолютно адекватный человек сейчас мы смотрим видео я я прям сейчас при вас это поищу как бы мне не жалко вот так его стрим вчерашний он троит бездну двенка двенадцать три как раз там нужно два ледяных персонажа там есть два фату и с щитами так он вов стриме так он стриме тулов сейчас подождите нужно найти где он без не сидит он довольно таки с утра что ли был без не так сейчас а в принципе любой кусочек с бездны пойдет так подожди это данж что-то не то а вот вот ребят как бы сейчас мы проматываем если что у него один морозный персонаж у это электро фату и сейчас мы перемотаем немножко пораньше где он щит ставит ну как бы если я говорю что щит можно снимать без я пруфу этот момент вот сейчас секунду так вот начинается комната вот начало комнаты у нас есть электрический водный огненный и воздушный персонаж смотрим то есть по его логике невозможно пройти комнату без чувака который снимет вот этому электро персонажа щит но он свитчатся на главного героя и гастует щит и что мы видим щит начинает таять вот минус ваш щит это не огнем снимается если что смотрим до конца он еще раз повесит щит и чтобы прям сто процентов убедиться в том что это реально или он не успеет к стану чит подождите такое тоже может быть может и не успеть нет вот смотрите еще раз он к стоит он к стоит ветер его щит на половину он ждет отката способности в этот момент он наносит максимальный урон и еще раз подождите он не ту стихию захватил он не поднял ледяную стихию с пола вот еще раз все щит снят и на нем лежит мороз вот железно-бетонный пруф как можно пройти узкое горлышко которое типа непроходимо в игре извини ультра как у него нет улу улукатор ну как бы ты обосрался дальше мир слишком сложный на пятом уровне мира так получилось что я зашел с чего общает наш разговор начался он начал ныть как и любые другие люди которые играют в игры что в игре слишком сложно но по факту это не так мне даже пруфать не надо но вы можете посмотреть его стрим в сложных играх когда вас сам обыдрючат и играть невыносимо это значит вы постоянно умираете то есть вы идете ваши поставь персонажи постоянно умирает если посмотреть стрим вот этого товарища я не хочу смотреть 8 часов вот этого абсолютного бреда я просто говорю что на стриме он реально умирает но умирает редко и он умирает не из-за того что проблема его персонажи слишком слабые у него есть ци ци рейзер и то есть у него и сахароза то есть у него хороший пул персов я просто вам в концовку стрима включу и покажу как он умирает как он ну почему мир тяжелый сейчас секундочку я даже как бы даже слушать его не будем ребята это без бессмысленная херня вот он нападает на 2 фатой начинает бить и блять ладно его просто он не отхиливается все и лицом танчит и как бы какой бы у тебя персонаж не был одетой если ты весь урон тупо в лицо получаешь что естественно это приводит тому что тебя пиздит и ты умираешь это логичный исход это не потому что фату и такие сильные это не потому что но бы очень сложно это потому что он просто либо не понимает как работает щиты либо не разбирается механики либо еще что-то я не осуждаю людей которые играют плохо я осуждаю тех людей которые не хотят видеть свои ошибки и не хотят стремиться к тому чтобы стать играть лучше и поднимать разбираться в игре извините меня но есть простая формула для тех кому неизвестно вот щиты таким образом сбиваются если кому интересно или ну вот по поводу реакции снятия водного щита до сих пор как уходят споры потому что электричество не так хорошо снимает воду но в целом неплохо но то что огонь снимает хорошо ледяной щит а то что ледяной щит снимает электрический и то что водный огненный щит легко снимает вода это факт а то что гео щиты снимают легко вручное оружие а также например бомбочки клик примеру потому что у них тоже эффект разбивания руды и нингуан тоже но гео тут не нарисован но гео снимается также любыми гео атаками то есть гео щитом на эль то есть эта картинка на самом деле недостаточно полная то есть гео щиты также снимаются любой гео атакой и комбинация огонь плюс электричество это происходит взрыв вот если этот человек не знает как работают щиты это не моя проблема и то что он мобов танчит своим лицом и получает весь урон это не проблема игры это проблема игрока и весь мир в геншине устроен так что у тебя есть зрители ты на стриме тебя смотрят много людей ты можешь попросить у чата совет чат тебе подскажет если у тебя проблемы с данжем ты можешь пройти данжки в кооперативе а какой вообще сложности может идти речь если любой контент в открытом мире который может допустим самые сложные моменты в геншине это когда ты только опыш новый уровень мира мобы становятся сильные а у тебя допустим ну ты подошел к этому так что у тебя нет ресурсов чтобы поднять своих керри это действительно может стать проблемой но не такой что мобов нельзя убить потому что даже два там условно первое я видел видео как первые барбары первого левел с первым оружием убивает цветка там на условном четвертом третьем мире просто человек идеально исполняет естественно я не говорю что все люди должны идеально исполнять но я говорю о том что все сводится к тому насколько ты просто стараешься играть в игру насколько ты понимаешь если ты просто качаешь персонажей и правильно их развиваешь и ты своей головой думаешь кого развивать в кого вкладываться то есть по сути для того чтобы не сосать в открытом мире тебе нужно два керри разных стихий один ну или там один физик а другой например лед и один саппорт хилищий и этого достаточно чтобы проходить вообще всех монстров и на некоторых монстров ты будешь просто подбирать допустим идешь на электрокуб ты берешь эмбер первого левела если у тебя мейн или физик не бьет огнем то ты просто берешь эмбер и ну зная механики боев ты ну короче зная механики боев ты можешь даже с первым левелом персонажей пробивать спокойно щиты это не представляет никаких проблем для тебя вот и он говорит что я ставлю выше себя других я никогда не ставлю себя выше других и вообще я мелкий человек я не считаю себя каким-то супер пупер крутым я всегда своим друзьям помогаю советую они меня спрашивают как собрать те или иные пачки и я всегда добродушно отвечаю и всегда когда разговариваю с людьми и на стримах и на своих стримах и на других и на чужих стримах я говорю то что я думаю я никогда не скрываю я не делаю маски как некоторые люди закрываются масками и говорят то что они не думают на самом деле да когда я рафлирую я рафлирую откровенно и люди понимают если вдруг люди обижаются на мои слова но я в этот момент рафлирую я говорю что я рафлирую но если я говорю серьезно это значит то что я действительно думаю и свои слова я всегда стараюсь перепроверять и максимально пруфать все что можно запруфать максимально пруфать также он говорил что во фри-то-плей игры большинство людей донатят и типа нереально играть вот пожалуйста да это новость 2016 года это новость 2014 года но я думаю динамика не сильно поменялась всего пять процентов условно да округлим то в большую сторону я не думаю что люди которые играют фри-то-плей игры тратят на них деньги действительно тратит там процентов 5 наверное но это максимум так для какой-то конкретной игры и из этих пяти процентов скорее всего процента три или четыре то есть большая часть от тех кто донатит а она донатит то есть типа battle pass то есть это минимальное вложение в игру там условно battle pass подписку там в геншине этот луны и они не хотят больше донатить они играют в удовольствие и как правило если во фри-то-плей игре и если во фри-то-плей игре донат начинает сильно ролять люди оттуда уходят никому это нахер не надо потому что основная масса игроков это та игроков которые не донатят те которые донатят это игроки там ноль ноль один там ну я не знаю там 0 1 процент это киты на которых как раз и держится студия весь его доход ну не весь ну скажем львиная доля реально на больных людях которые готовы там по тысяче баксов или как например нюк условно на 50 тысяч или 60 тысяч закинул я не осуждаю таких людей я считаю что если человек может донатить это его право это его деньги и мне вообще пихуй донатит али нет меня глава мое главное это слово то что если донат есть он не должен беспокоить людей которые играют без доната то есть в этой игре реально существовать без доната либо с очень минимальным донатом то есть скажем на старте ты реально хочется прокачать купил один battle pass вот я так и сделаю то есть я купил один battle pass я купил одну подписку луны и вот еще одну подписку луны и если я то есть вот получается у меня два месяца подписки второй battle pass я скорее всего не буду брать потому что я тупо не вижу смысла battle pass дает пушку но по факту если кому интересно они могут мои посмотреть видео с battle pass я покупал брал пушку на кэцин но в итоге двенадцатую бездну я прошел без кэцин потому что она не очень полезный персонаж хотя и пятизвездочный но из-за того что этаж ледяной я не буду углубляться в эту тему но в итоге батл самому самый главный плюшка это пушки с battle pass я не воспользовался проходя двенадцатую бездну и примагема ну что ты получаешь с примагем флот я задонатил смотрите я получаю персонажей байдо ритуальные мемуары нингуан то есть я этим персонажем в итоге на то что я ну то есть я на донатил это как раз вот выпал тарталия на 54 ролл это повезло я считаю и потом не всякий байдо который я не пользовался нингуан который я не пользовался и вот диона реально помогла то есть мог бы я пройти без дионы то это бы просто больше времени потратил но ушло бы просто время на прокачку кей на прокачку аниме гг и все по сути но если бы я еще более скилловым был и нажимал бы кнопочки еще лучше я бы мог и не особо их качать просто доджи тси атаки но я не настолько скилловый игрок хотя если ты готов задрачивать игру по там много часов ты реально можешь спокойно придрочиться и пройти и вот этот человек который играет вот смотрите его честим восемь часов за восемь часов можно было реально потратить время на прочитку всяких гайдов на анализ игры анализ своих действий если ты ну если ты нормальный адекватный человек если ты понимаешь как эта игра работ ты понимаешь что донат это дело добровольное в первую очередь во вторых он не так решает как он думает потому что опять же есть вот этот человек с ником nv o city на ю тубе он прошел он не прошел только двин клуман то двенадцать три на фри ту плей да он уже много там ну то есть он почти ее прошел это дело лишь условно там он извините меня там мобы сотового уровня и даже многие люди которые донатят вот тот же например возьмем нюк он донатит очень много но он до сих пор не прошел двенадцатую бездну он задонатил 50к и эти 50к ему не позволил ну то есть он не прошел бездну но почему я не хочу например такого человека как нюк да то есть один из знаменитых стримеров по ганшину в русскоязычной один из топовых если не самый топовый он говорит я собираю пачку тянок у меня нет цели пройти бездны у меня к такому человеку вопросов ноль он не говорит что он признает то что игру можно про бездну можно пройти фри ту плей аккаунтами это сложно но это возможно то есть если ты действительно скилловый игрок потому что в текущей версии на сорок пятом мире это реально сложно это могут единицы но но скоро люди которые играли с релиза допустим там условно через месяц докачаются до 50 аэра он вот этот чувак докачается фри-то-плейным аккаунт до 50 аэра он сможет собрать себе артефакты с помощью этих вещей стандартный имперс сейчас у него упирается все только в урон то есть не в том что ему какие-то игра бутылки горлышки ставят а только в урон числа но эти числа не нужно донатить не нужно выбивать какое-то оружие кстати он крутил гачу лишь один раз если кому интересно да то есть он получал на эльку с баннера новичка это персонаж который абсолютно все могут получить когда начинают игру то есть это стопроцентный гарант то есть поэтому на элька являя ну то есть у него участвует в фаттп и есть еще один ютубер я мне лень его искать короче но если вы захотите пошерстить если еще один самый отбитый фри-то-плейщик он не крутил гачу вообще и прошел очень много этажей бездны не знаю сколько но явно там где-то 11 10 этажей то есть чувак не крутил гачу в игре про донат он не крутил гачу и этот улькатор заявляет что донат решает и с ним очень сложно вести диалог потому что он совершенно тебя не слушает он постоянно видит в моих фразах какой-то подтекст видит в моих фразах то что хочет увидеть а не то что на самом деле в них написано и мне вообще на самом деле все равно какой у него там прогресс бездни есть у него прогресс бездни нет играет он хорошо и играет он плохо нет но меня бесит то что этот человек считает себя экспертом считает что он прав он не готов рассмотреть некакие другие позиции даже когда ты им пруфышь о том что он говорил о том что о том что бездна бездната не пройти он отказывается прям прямым текстом на стриме я этот момент не ну знаете я могу еще покрутить вот текущий стрим который сейчас идет мне просто лень я могу это профануть либо вы сами можете в этом убедиться сидите кто захочет а вы можете сами пересмотреть он прямо отказывается прямым текстом он говорит что я знаю что я говорил я такого не говорил хотя по факту я ему пруфую его же слова и он его смотрит на стриме и в общем забавный чувачок реально под конец я уже немножко на эмоциях естественно никому не рекомендую смотреть его смотрите нюка вот он я не скажу что он какой-то скилловый игрок он себя не позиционируется как скилловым игроком он просто играет в игру получает удовольствие он перепроверяет информацию о том чем он говорит на стриме он ее перепроверяет если ему кто-то что-то говорит те же например про арест сундуков он сначала говорил что сундуки резались он говорил о том что ему говорили люди они не резаются он с ними спорил они начали ходить они начали инфу проверять он не говорит фразы которые типа вот так есть как вот этот мистер улукатор он так не говорил он всегда перепроверяет информацию поэтому если вы будете на стриме нюка он тоже классный стример безусловно он готов информацию перепроверять он готов в своих словах сомневаться и так поступает абсолютно адекватные люди и кстати стример который мне тоже нравится вот например валанч тоже классный чувак я тоже его вам рекламирую абсолютно адекватный человек возможно я некоторых местах с ним не согласен по поводу например он говорит то что bp это paywall battle pass то что там есть очень сильное оружие я бы его купил но не хочу потому что глупо не использовать оружие я уважаю его позицию но я рассматриваю донат и в этой игре немножко с другой стороны вообще я если кому интересно я рассматриваю донат с той позиции то что мне в первую очередь нравится игра и я хочу отблагодарить разработчиков цель то что я донатил вот получается я задонатил максимум там то есть я когда bp по 600 или по 750 ну короче до повышение цен и две подписки за 350 и скорее всего на ближайший там год скорее я не буду донатить то есть это минимальный донат я просто отблагодарил разработчиков за то что я провел геншине очень много времени не потому что я хочу получить персонажей и не потому что я хотел получить пушку с bp который в итоге мне не пригодилась на двенадцатом этаже я просто от души разработчикам хочу чтобы эта игра развивалась они делают классную игру которую можно играть не вкладывая донат можно тащить своим скиллом или можно просто как любой норму любой человек просто ждать качать своих персонажей развивать свои артефакты и рано или поздно даже не имея такой же скилл как супер скилловые игроки которые там free to play party закрывают даже вы сможете возьмете 50 r у вас будет 90 левел у вас будут сильные персонажи у вас будут сильные артефакты если вы готовы на это потратить время даже не имея супер реакцию про игрока вы сможете пройти и двенадцатую бездну и весь контент в игре закрыть это прелесть игры она доступна для всех не нужно иметь там сверх скилл потом он начал говорить кстати там вот у этого товарища у лукатора столько рофлов знаете там можно вот если сесть вот знаете скачать стрим записывать его фразочки да вот и просто проигрывать их и просто с них ну рафлировать потому что этот человек я просто знаете вам показал один момент и по геншину пару но сколько хуйни он говорит по поводу других вещей это просто шок этот человек просто знаете у него язык подвязан бесконечно говорить о всякой хуйне в которой он не разбирается но он эту хуйню блять говорит это просто блять пиздец какой то вот мягко говоря то есть это абсолютно неадекватный человек не готовы рассматривать никакую критику вот и я вам рекомендую вот этого еще наверно тянками да то есть может кто то знает тоже классный стример тоже проверяет инфу а кстати у нас с ним были небольшие споры потому что я такой человек который люблю советовать людям да то есть он сначале сидел на этаже и его вот этот ледяной маг все время сдувал и я ему дал совет я люблю давать советы я люблю давать хорошие советы почему бы и нет я ему в хорошей форме в правильной в адекватной сказал что ты можешь ульту сян лень задержать на ледяного чувака не прожимать ее в начале боя и тогда ты сможешь первый щит без у него была проблема с тем чтобы снять первый щит потом он пару раз так попробовал понял что это работает он сделал как грамотный человек доработал еще тактику еще лучше он нашел еще лучшее окно он за секунду до того как он начал вешать щит а мобы тут довольно таки предсказуемо действуют каждый раз одинаково он дождался пока вот этот электрический по нему ударит и чтобы не тратить стамину а на этой этаже ты все время находишься под морозом и стамина супер выгодная для тебя он потратил ульту именно в тот момент когда его ударяет электрический чувак чтобы не тратить стамину ее сэкономить она супер ценный ресурс на двенадцатом этаже и в этот момент и после этого вот этот ставил ледяной щит и он не только глупо тактику взял знаете и по шаблону начал использовать доработал ее и улучшил вот таким людям респект но я не могу же за него кнопочки нажимать да то есть я бы тоже скорее всего к этому решению бы пришел на его месте анализируя ситуацию если вы человек который думает который ну как бы с головой все в порядке у вас есть образование вы закончили как минимум школу да то есть это ладно там человек который мало в игры играет вот этот человек играет у него каждый день стримы по восемь ну по четыре тире восемь часов то есть вот этот восьми часовой стрим восемь часов игры в геншине ребят это много это много это он очень много времени на самом деле в геншине по-хорошему каждый день достаточно тратить два часа если нет никаких ивентов ты просто сходил по своим задачам и вышел там пошел поотдыхал но если ты хочешь почилить ты можешь там еще часик побегать пособирать руду да и если тебе нужны какие-то реги с мобов пофармить мобов это еще один часик и иногда у нас бывает ивенты которые да и когда патчи например когда выходит патч 1.1 да я тоже восемь часов постримил но там было много контента там вышли и такие сякие в общем набегает времени да но в целом в день достаточно двух-трех часов чтобы сделать свои дела и пойти чилить и это причина по которой мне нравится система смолы тебе не нужно формить игру 24 на 7 семь дней неделю все месяцы и все такое смола это благо благо которое вам позволяет не формить все время игру не быть рабом игры которая заставляет тебя формить чтобы прокачаться как остальные тайтлы то что то есть не надо смолу как ограничитель только лишь в негативном ключе да неприятно иногда хочется подформить арты хочется прогресса добиться но не спешите играйте размеренно самое главное играйте в том темпе в котором вам нравится получаете от игры удовольствие не гонитесь с другими людьми это вообще я гонюсь только потому что мне именно так в кайф играть играйте так как вам в кайф играть вот все пожалуй мой монолог почти на 40 минут времени затянулся я не знаю кто реально там дослушает жду блять ваших комментариев короче кто дожил до конца напишите феникс я тебя уважаю в комментарии я согласен с твоим мнением если не согласны то пишите конкретику говорите в чем я не прав я готов всегда на конструктивный диалог если я тоже скорее всего где-то в чем-то возможно в своих словах я сейчас тут ошибся потому что я немножко на эмоциях я мог ошибиться я признаюсь это если вы готовы сказать в каком месте я ошибся мою фразу и профануть то что я ошибся или где-то в моих видео где я ошибся я готов признать свою ошибку я готов рассмотреть ваше мнение и улучшить самое главное почему я люблю искать ошибки и стримеров поправлять потому что я хочу чтобы все стремились совершенству они топтались на месте вот как этот человек просто топчется по 8 часов стримов и потом говорит что игра сложная